Я сюда встану. Спасибо большое за то, что вы пришли на эту лекцию в таком большом на самом деле составе. Я буду рассказывать в целом про ДНК-тесты, поднимать какие-нибудь разные спорные вопросы, или не очень спорные, дискуссионные, или не очень дискуссионные. Будет несколько моментов в течение лекции, когда я буду останавливаться и отвечать на ваши вопросы. Не обязательно записывать вопросы на бумажку, чтобы задать их с вами в конце, но старайтесь их запомнить, чтобы не сдавать их по ходу. И главное, поднимайте руки для того, чтобы я подошла к вам с микрофоном и ваши вопросы услышали также в трансляции. Я, конечно, рад с вами пообщаться, но есть еще трансляция. И на самом деле в целом цель моей лекции поговорить не только в формате такого монолога, но и в формате какого-то отчасти диалога с вами и попытаться рассказать про то, что сейчас из себя представляют генетические тесты, что они могут, что они не могут, и что они позволят в каком-то будущем, а что они не позволят никогда. Давайте, наверное, начнем с простого вопроса. Он не потребует ответов, поэтому микрофон тоже не потребуется. А можно попросить поднять руки тех, кто когда-нибудь в своей жизни проходил какой-нибудь генетический тест? Четыре человека. Ну, пять, шесть. Люди вспоминают, да. Но, на самом деле, странно, что вспоминают, потому что, по идее, генетические тесты — это история, ну, все-таки не такая давняя. Это не 20 лет назад было. Генетические тесты стали популярны, наверное, последние лет 5-7, вряд ли больше, и не только в России стали популярны лет 5-7. В Штатах тоже бум на генетические тесты развился, появился совсем недавно. Поэтому, в целом, эта тема новая, и, на самом деле, хочется надеяться, что лет через пять, собравшись в таком же зале, я буду рассказывать уже не вообще в целом, а что это такое генетические тесты. Мы будем обсуждать какие-то конкретные детали, подробности, результаты, и количество рук, конечно, будет гораздо большим, чем четыре человека на сто. Тем не менее, лекция называется «Все, что нужно знать про генетические тесты». Это, конечно, неправда. Я расскажу, но это какие-то базовые вещи, которые нужно знать про генетические тесты. Но это довольно много для того, чтобы составить просто общее впечатление о этом разделе науки. И первый слайд, он будет, наверное, единственный очень научный слайд в моей презентации. Это такое общее введение, что нужно хорошо себе представлять, чтобы дальше можно было говорить про генетику. Это устройство клетки. Все мы состоим из клеток. Наш организм состоит из огромного множества разных клеток, как и другие организмы, тоже состоят из большого количества разных клеток. Внутри этих клеток есть ядро. Внутри этого ядра на определенных стадиях клетки есть хромосомы. И эти хромосомы состоят из ДНК и белков, на которые молекула ДНК намотана. И, собственно, молекула ДНК — это такая двойная спираль, которую многие из вас помнят по школьному учебнику. Структуру двойной спирали открыл Ватсон и Крик, нобелевские лауреаты. Кстати говоря, Ватсон известен по его недавним заявлениям про интеллект разных рас. Ватсон — тот самый Ватсон, который получил Нобелевскую премию за открытие двойной спирали. И, на самом деле, размер этой молекулы ДНК в клетках разных организмов достаточно большой, и он измеряется десятками сантиметров. В каждой нашей клетке содержится одинаковая ДНК. Генетическая информация в каждой клетке организма человека полностью совпадает. В ДНК закодирована определенным образом информация. Она закодирована с помощью последовательности очень похожих химических соединений. Всего в ДНК бывают четыре разных видов этих химических соединений. Они называются нуклеотидами. АТ, ГЭЦ, аденин, тимин, гуанина, стазин. Это фактически как если бы мы записывали какую-то информацию в одну строчку, у нас был бы алфавит из четырех букв. Нам нужно было бы записать 3 миллиарда таких букв. Вся строчка была длиной 3 миллиарда букв. И алфавит еще раз состоял бы из четырех символов. В компьютерах он состоит из двух, ноль и единицы. А тут больше разнообразия, больше плотности информации. Тут аж четыре символа. Но тем не менее это достаточно сильно похоже на запись какой-то информации на компьютере. Тоже есть определенные последовательности, которые маркируют начало файлов, например, конец файлов, какое-то содержимое, что с этими файлами делать, например, удалять, копировать, как-то их использовать. И, собственно, вот эти участки в нашей ДНК, которые отвечают за какую-то функцию, они называются генами. А между генами есть довольно длинные промежутки, пространства, на которых ДНК не кодирует ген, не является геном, не кодирует белки. И вот эти участки межгенные, они, как раньше считалось, являются мусорными, то есть бессмысленными, ни за что не отвечающими. На самом деле сейчас это отношение к этой мусорной ДНК изменилось, и в последнее время ученые обнаружили довольно много функций у вот этой вот так называемой мусорной ДНК. То есть она на самом деле не такая уж и мусорная. Но тем не менее пока что в отношении вот этих вот межгенных участков ученые до сих пор не знают большого количества информации, за что она отвечает. А при этом за гены, в целом про гены известно больше. Известно, что у человека около 20 тысяч генов, при этом за наследственные заболевания отвечают порядка 6 тысяч из них. Остальные гены пока, опять же, не связаны с каким-то заболеванием, но наверняка это будет известно в каком-то относительно ближайшем будущем. Геном человека, то есть вся последовательность ДНК была впервые прочитана не так давно, в 2001-2003 годах было выпущено несколько публикаций, когда, собственно, прочитали первый геном человека, в том числе один из вот там. Одной из команд, которая прочитала геном человека, был, собственно, проект геном человека, который тоже возглавлял тот самый Джеймс Ватсон. Окей, мы прочитали наш геном, у каждого он свой. Собственно, каким образом, как можно провести анализ вот этого генома. Здесь схема, в нее можно в целом не вникать. Это схема того, как… Собственно, схема первого этапа анализа генома. Схема того, как получить из клетки очищенную ДНК. Собственно, вот это технология выделения ДНК из клеток, например, человека. Вот, в частности, это протокол выделения ДНК из клеток крови. В чем смысл такого протокола? В том, что с помощью специальных колонок, с помощью специальных фильтров ДНК сначала на эти колонки абсорбируется, потом промывается, потом очищается и смывается просто в специальный элюирующий раствор, который, собственно, эту ДНК довольно хорошо сохраняет. Это первый этап любого генетического анализа. И он нужен для того, чтобы отмыть ДНК от всех остальных примесей, которые будут дальше мешать в ходе любого генетического анализа. И после этого ДНК можно анализировать. Анализировать ее можно совершенно разными технологиями, разными техниками. Наверное, многие заслышали слово секвенирование. А можно попросить поднять руки, кто уверен, что знает, что такое секвенирование? Вот так вот скажу. Кто уверен, что знает? Три, четыре, пять, шесть человек. А кто слышал слово секвенирование? Во, секвенирование слышали многие. Хорошо, а давайте еще тогда вопрос. А что такое генетипирование? Кто уверен, что знает, что такое генетипирование? Чем оно отличается от секвенирования? Два человека. Три. А кто слышал слово генотипирование? Ну, тоже многие, но поменьше. Давайте тогда с этими терминами разберемся, с этих терминов и начнем. Секвенирование, ну, как и генотипирование, это тоже английские термины. Смысл секвенирования в том, что мы читаем молекулу ДНК подряд. Ну, клетит за нуклеотидом, один за другим. Мы можем ее читать целиком, можем ее читать какой-то кусочек. Но если мы читаем ДНК подряд, нуклеотид за нуклеотидом, это всегда секвенирование. Есть разные технологии секвенирования, но общий смысл еще раз в том, что мы ее читаем как букву за букву, как мы книжку читаем. Мы в книжке читаем подряд, букву за букву и слово за словом. Мы не перескакиваем с одного места на другое. Ну, как правило, мы не перескакиваем в книжке с одного места на другое. Секвенирование — это такое прочтение. Когда был проект «Геном человека», предполагалось именно секвенирование генома, потому что нам нужно было прочитать все 3 миллиарда нуклеотидов в геноме человека. Но люди очень похожи с точки зрения генетики. Отличия между двумя людьми составляют меньше 1%. Поэтому далеко не всегда секвенирование нужно. Зачем читать 99% каждый раз одной и той же информации? Можно какие-то участки, которые у всех людей абсолютно одинаковыми, пропустить и прочитать только те, которыми люди отличаются. Представьте, что у нас есть книга, несколько книг, тираж одной и той же книги, но при этом мы знаем, что у нас принтер, который эти книги печатает, он в некоторых местах довольно часто ошибается, а в других местах не ошибается. Он кляксу ставит на некоторых страницах, а на некоторых не ставит. Поэтому, если мы хотим найти эти кляксы, мы, с одной стороны, можем все эти книги прочитать, открыть, просмотреть и искать эти кляксы, а с другой стороны, мы можем запомнить, что у нас эти кляксы всегда на первой, второй, пятой, восьмой и 381 странице. Дальше взять тираж и открывать только эти страницы и никакие другие. Потому что мы заранее ожидаем, что именно в этих местах будут какие-то ошибки. Вот точно так же и в нашей ДНК люди отличаются друг от друга не очень большим разнообразием позиций. Поэтому в целом можно исследовать меньшее количество позиций в нашей ДНК с тем, чтобы довольно хорошо описать каждого человека. Предполагаю, что все остальные участки в его геноме у него и у всех людей совпадают. Вот генотипирование предназначено для того, чтобы определять выборочно отдельные позиции в нашей ДНК. Это как если бы мы взяли бы книжку и еще раз смотрели бы только на определенные позиции, которые заранее по какому-то принципу определили. Вот сейчас на самом деле большая часть генетических анализов выполняется не методом секвенирования, а методом именно генотипирования. Потому что генотипирование дешевле. Оно позволяет за меньшие деньги получить больше информации о человеке. Мы не получаем 99% одинаковой и бессмысленной информации. Мы смотрим только туда, где мы ожидаем ту или иную мутацию. И, собственно, для генотипирования чаще всего используется... А, sorry, вот это робот, который позволяет выделять, в эту всю процедуру делать. И, собственно, для генотипирования используются такие микрочипы. Собственно, сотрудник лаборатории держит в руках микрочип. Там можно рассмотреть, что у него есть такие прямоугольнички. Таких прямоугольничков на этом типе должно быть 24. Один прямоугольничек предназначен для анализа ДНК одного человека. И в каждом прямоугольничке примерно 700 тысяч точечек. Каждая точечка предназначена для того, чтобы определять ровно одну мутацию в нашем геноме. Соответственно, на таком чипе мы можем для 24 человек для каждого определить 700 тысяч разных мутаций. Как это делается? Для этого используются вот такие приборы. Это один из вариантов. По сути, это большой-большой флоресцентный микроскоп. В него засовываются вот эти микрочипы. Вот один из микрочипов на специальной такой подложке, которая заезжает в прибор. И в результате сканирования вот этого микрочипа получается вот такая вот картинка. Она состоит из огромного множества разных точек, которые у разных людей светятся разным цветом. Такова технология одного из вариантов генотипирования. В зависимости от того, какая точка каким цветом светится, ученые потом это интерпретируют в один из четырех нуклеотидов. Ну окей, хорошо. Предположим, мы провели вот такое генотипирование для человека. Вот у нас есть этот человек. А давайте поговорим, если можно, что, на ваш взгляд, можно, исходя из генов, узнать о человеке. Можно попросить руки подниматься, чтобы вам дали микрофон? Цвет волос, цвет кожи. Хорошо. Что еще? Еще есть? Пожалуйста, руки, потому что у нас трансляция. Из какого района приехали его приятки? Ну, происхождение человека в общем смысле, да, можно действительно с точки зрения генетики попытаться рассказать, хотя мы об этом поговорим еще. А можно узнать о, получается, наследственных болезнях и предрасположенности к наследственным болезням? Супер. Много медицинской информации о болезнях и предрасположенностях. А что еще? Ну, на самом деле, мне очень приятно, что первый ответ был не определить отцовство, потому что у многих людей генетические тесты очень жестко ассоциированы с тестами на отцовство и, на самом деле, очень раздражают меня, как ученого, когда на телевидении говорят, ну, вы там это сделали, это ДНК. Вот ДНК не делают, делают ДНК-тесты, потому что ДНК расшифровывается как дезоксирибонуклиновая кислота. И ДНК-тесты бывают разные, это не обязательно тесты на отцовство. Но давайте начнем просто по порядку. Действительно, можно сказать, откуда человек приехал, откуда родом были его предки. В целом, кажется, довольно естественным, что мы можем сказать, что посмотрели на его ДНК, обнаружили мутации, соответствующие разным популяциям, разным этническим группам, и сказать, что окей, вот ты на столько процентов из Европы, из Азии, из Африки, можно разделить это еще более детально, сказать, что ты не просто из Европы, а из Восточной Европы, не просто из Восточной Европы, а ты еврей, русский и так далее. Но на этот вопрос, может ли генетический тест установить этническое происхождение, разные ученые дают разные ответы. Например, Светлана Александровна Баринская, с которой я хорошо знаком и глубоко уважаю, говорит, что это неправда. И в целом имеет на это полное право. С другой стороны, есть такой довольно известный эволюционный генетик, профессор Стэнфордского университета, который делал анализ для одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Женщина очень хотела доказать, что она происходит от коренных американцев. И он сделал, написал заключение, потом был даже с Трампом спор в Твиттере про то, проиграл ли Трампу спор на миллион долларов с этой кандидаткой в президенты относительно происхождения или не проиграл. Два разных ученых, очень уважаемых популяционных генетиков, занимаются одной и той же темой и говорят разные вещи, прям диаметрально противоположные. Казалось бы, так не бывает, либо кто-то из них неправ, либо кто-то в чем-то ошибается. На самом деле история вот этих отличий очень простая. Она заключается в том, что каждый по-своему понимает термин этническое происхождение. С одной стороны, что такое этнос? Этнос — это совокупность каких-то признаков вроде воспитания, языка, культуры, каких-то особенностей, которые люди получают от своих родителей, от той культуры, где они живут. С этой точки зрения этнос и национальность довольно сильно похожи. Но на что обращает внимание Светлана Баринская? Она говорит, что национальность — это вопрос самоопределения. Действительно, национальность к генетике привязывать опасно. Это несвязанные понятия. Национальность, каждый может сказать, что он любой национальности, какой захочет. Может белокожий сказать, что он житель конгонезиец или житель Конго. Я не знаю, как корректно сказать. Может житель Конго сказать, что он русский. И он имеет на это полное право, потому что русский — национальность — это вопрос самоопределения. Он может называться кем угодно. Он может быть сегодня русским, завтра евреем, а послезавтра украинцем. Просто потому, что ему так захотелось. В этом особенность национальности. С другой стороны, есть термин в генетике, как популяция. Он тоже не очень однозначный, но, по крайней мере, все генетики его понимают одинаково. Что популяция — это группа особей, которые имеют общее происхождение. И с точки зрения человека тоже есть довольно хорошие примеры популяций. Например, Исландия — остров, там живет 300 тысяч человек, они все образуют пары между собой, они мало образуют пары с внешним миром. Это классная изолированная популяция. Жители островов — это такие хорошие изолированные популяции. А если мы говорим про состояние на 100 лет назад или на 200 лет назад, когда не было самолетов, когда не было поездов, и вообще переехать далеко куда-то было довольно сложно, то в целом многие деревни, которые были изолированы, это были отдельные популяции. Если говорить про Исландию, то в Исландии жители Исландии — исландцы, по национальности исландцы, многие из них, по крайней мере, они же принадлежат к одной и той же популяции. И с этой точки зрения и популяция Исландии, и национальность исландцы в точности совпадает. Нет никакой границы с точки зрения смысла. Это одно и то же. При этом давайте посмотрим на евреев, например. Евреи — это народ, который не живет обособленно на территории какого-то острова. Представители этого народа живут во всем мире, в разных странах, в разных городах. Да, они довольно часто образуют браки между собой, но, опять же, далеко не всегда. Есть люди, которые считают себя евреями, и с этой точки зрения это их национальность. Есть люди, которые произошли от людей, которые считали себя евреями, и с этой точки зрения можно сказать, что их предки тоже евреи. Можно ли говорить о том, что можно определить долю еврейских генов в нашей ДНК? Вот долю генов, которые мы унаследовали от предков, которые считали себя евреями, можно. А называть ли это этническим происхождением или нельзя — это вопрос, на самом деле, больше к демагогии. Поэтому на один и тот же вопрос можно отвечать по-разному. Можно говорить, что нельзя определить этническое происхождение, можно определить только популяционное происхождение. А можно говорить, что да, конечно, вот вам, пожалуйста, ваше этническое происхождение, вы коренной американец, и выигрываете Дональда Трампа ваш миллион долларов. Поэтому, на самом деле, ответ правильный может, но термин этническое происхождение неоднозначен. Его зачастую надо пояснять, что именно вы имеете в виду. Потому что если мы говорим про этническое происхождение, которое в смысле национальности, то, конечно, генетические тесты к этому не имеют отношения. А если вы говорите про этническое происхождение, которое включает в себя и происхождение от каких-то людей, то есть родство с представителями какой-то популяции, то, с этой точки зрения, конечно, генетический тест может рассказать как раз вот это, что вы там на столько-то процентов одни, на столько-то процентов другие, на столько-то процентов третьи. Окей. Собственно, наша ДНК состоит из тех самых хромосом. Их 23 пары. 22 пары хромосом у мужчин и у женщин похожи. По структуре ничем не отличаются. И одна пара хромосом, половые хромосомы, они, собственно, отличают мужчин и женщин. У хромосома, которая есть у мужчин, она определяет мужской пол. У женщин 2Х хромосом. И кроме этих 23 пар хромосом, есть еще маленькое колечко. Здесь на картинке. Она совсем не пропорциональна. Она гораздо-гораздо меньше, чем любая хромосома. Это метахондриальная ДНК. Она находится не в ядре клетки, она находится в цитоплазме клетки, то есть внутри клетки, но не в ядре. И она наследуется, она есть и у мужчин, и у женщин, но она передается только через женскую линию, то есть только от матери своим детям, детям обоего плова. Соответственно, если говорить про эти 22 пары хромосом, одна из которых наследуется от мамы, одна из которых наследуется от папы, можем их исследовать и, грубо говоря, определять, например, отцовство. То есть если мы видим, что есть мама, папа и ребенок, и у ребенка одна из двух копий совпадает с маминами, а вторая из этих копий с папинами не совпадает, то папа здесь не папа. С другой стороны, мы можем попытаться определить ростов, например, с бабушкой или с дедушкой. Представьте, что папа отдает своему ребенку половину своих хромосом. Дедушка по папиной линии с папе отдал тоже половину своих хромосом, значит, ребенок, внук получил от дедушки примерно четверть хромосом. Это тоже можно также примерно посчитать, посмотреть и сказать, что это дедушка и внук, действительно дедушка и внук. И на самом деле, разбивая это дальше, можно в целом определять довольно далеко родство. И вот по такому принципу определения общих сегментов, общих хромосом, общих кусочков этих хромосом, и работает, на самом деле, почти вся публикационная генетика. Но есть отдельная история, которая не относится к такому определению хромосом, который наследуется и от папы, и от мамы. Есть особенности. Особенности как раз здесь выделены красным. Это Y-хромосома и митохондриальная ДНК. Y-хромосома, еще раз, она есть только у мужчин, ее нет у женщин. И Y-хромосома, которая есть у меня, она точно такая же была у моего отца, у моего деда по отцовской линии и так далее. Если вдруг у меня, например, в Y-хромосоме произошла мутация, то мой сын эту мутацию унаследует. И сын моего сына эту мутацию тоже унаследует, и все мои потомки по мужской линии эту мутацию унаследуют. Таким образом, если какая-то мутация происходит в Y-хромосоме, то она маркирует всех потомков этих людей. Потом у кого-то еще происходит новая какая-то мутация в Y-хромосоме. И в целом за время развития человечества в Y-хромосоме накопилось довольно много мутаций. Они не все приводят к каким-то заболеваниям или проблемам, но они являются очень удобным инструментом для того, чтобы отслеживать историю человечества, расселения человечества по территории Земли. Точно так же происходит и с метхонариальной ДНК. То есть метхонариальная ДНК, она наследуется точно так же по женской линии. Если какая-то мутация происходит, то все потомки этой женщины получают ту же самую мутацию в метхонариальной ДНК. Группу мутаций, их ученые условно, это прям условная договоренность называют гоплогруппами. Это такой вымышленный термин, чтобы не перечислять мутации просто списком, а этот список довольно большой. Группу мутаций называют буквами А, H, R и так далее. И чем больше ученые исследуют Y-хромосомы метхонариальной ДНК, тем более они глубоко могут детализировать этот набор мутаций, и поэтому появляются подгоплогруппы, например, R1, R1-A, R1-AB и так далее. И с помощью таких исследований можно сказать, например, что сейчас на территории мира по материнской линии, например, гоплогруппа U5-A1, жители занимают примерно вот этот регион, а люди, которые имеют по отцовской линии гоплогруппу N1-C1, занимают вот этот вот синенький регион. Это, ну, предположим, что это современное состояние населения. Супер. Но давайте попробуем, посмотрим на археологические находки. И может так вдруг оказаться, что есть две находки, например, нашли женщину, которая имеет гоплогруппу U5. Она имеет некий набор маркеров, которые на самом деле с U5-A1 совпадают, просто у U5-A1 в течение какого-то времени появились некие новые мутации. Но за счет того, что мы знаем, что у U5 набор мутаций предшествовал U5-A1, можно сказать, что люди, которые сейчас имеют гоплогруппу U5-A1, по материнской линии произошли от женщины, которая нашлась нам с точки зрения археологии в гоплогруппе U5. То же самое касается отцовской линии. И дальше, исследуя такие археологические находки, ученые могут рисовать происхождение человека из Африки. Давайте полистая, чтобы вы понимали, как это работает. В целом, такая археологическая генетика, то есть исследование археологических находок с точки зрения генетики, проливает довольно много нового, довольно большое количество вопросов разрешает. Тех вопросов, которые нельзя изучить с точки зрения каких-то других подходов. Например, а кто такие были хазары? А как много жителей России унаследовали от татаро-монгол? Вот исследование, например, татаро-монгол, и точнее геномов жителей России показало, что современные жители России от татаро-монгол унаследовали крайне мало. По какой причине, это сложно сказать, но без генетики об этом судить было довольно сложно. А подскажите, что провоцирует мутацию? Мутация — это случайный процесс. То есть правильнее всего это представлять следующим образом, что наша ДНК, при копировании клеток, она удваивается, и этот процесс удвоения, он выполняется неким механизмом. Этот механизм, с точки зрения такой визуализации, что ли, проще представить как монах, который переписывает книгу. Он сидит и переписывает книгу, переписал книгу, взял ее, ту, которую он новую написал, и с нее начинает переписывать следующую книгу. В какой-то момент этот монах может ошибиться. Он ошибся, он может подумать, я здесь ошибся, я исправлюсь. Исправляет, и все хорошо. Но некоторые ошибки он пропускает. Потом, когда он переписывает с этой книгой, вновь написанной уже с ошибкой, в следующую книгу, он скопирует эту ошибку, которую он в первый раз допустил. И она пойдет дальше. То есть мутации, на самом деле, это довольно случайный и естественный процесс. Можно ускорять появление таких мутаций и ошибок, можно его замедлять. Но в целом это естественно. У каждого из нас происходят мутации. Там родинки, это мутации, там рак, очень часто это тоже следствие мутации. Мутации – это нормально, не нужно их бояться. Пойдемте дальше. К вот этой картинке. Эта картинка – это тысяча клиентов компании Генната. Мы взяли просто случайным образом тысячу клиентов. Что здесь нарисовано? Одна точка – это один клиент. Цветом здесь сбоку, неважно, что именно показано, цветом показаны разные этнические принадлежности наших клиентов. Например, синенькая – это принадлежность к русским, зелененькая – это евреи, желтенькая – это выходцы из Азии. А линиями мы соединили людей, которые родственны друг с другом не дальше, чем в 10-м поколении. И таким образом получается, что на самом деле, если взять просто случайную тысячу человек, то из них больше половины склеивается в одно большое семейное дерево, в одну большую родословную. Если это детализировать, то получается вот так вот. Жирность такой линии, она отражает степень родства. То есть чем жирнее линия, тем ближе родство. Например, вот это, очевидно, одна семья. Семья близких родственников. Вот это тоже, скорее всего, отец и сын, мать и дочь и так далее. Но между ними есть перешейки. И в целом, если на самом деле думать более масштабно, то можно сказать, что все россияне родственны друг к другу примерно не более, чем в 15-м, 20-м поколении. Разные народы родственны друг к другу в разной степени. Это зависит от того, насколько большое население у данного народа. И как часто он образует браки внутри себя, и как часто он образует браки с представителями других народов. Вот здесь, на самом деле, интересный момент. В самом центре очень много зелёнингого, потому что зелёнинг, ещё раз, это евреи. Евреи склеились в одно очень довольно плотное дерево, потому что все евреи довольно родственны друг к другу. Это связано с тем, что популяция евреев проходила много раз через так называемое бутылочное горлышко, когда популяция очень сильно сокращалась. И таким образом получается, что... Есть такая шутка, что каждый еврей, родственный другому еврею, недалеко, чем в шестом поколении. Но в этой шутке есть довольно много правды, потому что на самом деле евреи гораздо родственны друг к другу, чем, например, русские. И вот такую картинку можно сделать с помощью простого анализа ДНК. Но что важно, эта картинка сильно отличается от тех генеалогических деревьев, которые мы с вами привыкли, как генеалогическое дерево романовых, например. Почему нельзя восстановить полностью все генеалогическое дерево? По очень простой причине. Потому что не все люди сдали генетические тесты. Вот если бы все люди, которые когда бы то ни было жили на территории Земли, сдали бы генетические тесты, то ученые смогли бы сделать идеальное генеалогическое дерево. Но такое недостижимо, потому что люди умирают, и для них уже генетический тест не сделаешь. И даже если представить, что люди начнут очень активно делать генетические тесты, то вряд ли генетические тесты сделают все. Но, по крайней мере, есть примеры, очень красивые примеры, когда с помощью генетических тестов на уровне какой-то одной страны удавалось очень многое рассказать о происхождении целой страны. Примеры — это, собственно, Исландия, где в 2010-х была большая программа, в результате больше половины населения Исландии имеют генетические паспорта, генетические данные, генетические тесты. Это модельная популяция, что ли, для многих генетиков. Ну а в нашем случае можно лишь узнать, что ты родственен какому-то другому человеку, родственен другому клиенту, который сдавал генетические тесты. Кому-то можно написать, кому-то нельзя. Это персональные данные. Здесь каждый человек решает, чем он хочет делиться, чем он не хочет. Кто-то запрещает с собой связываться, кто-то рассказывает свою фамилию, имущество, место рождения и все остальное. Окей. Давайте, наверное, про генеалогию закончим. Серия вопросов и ответов про генеалогию. У меня вопрос. Всем известно, что в процессе скрещения часто гены выщепляются, особенно в близкородственных скрещениях. И здесь, когда мы просмотрим генеалогическую ветвь, то как это учитывается? То есть, грубо говоря, при близкородственных скрещениях происходит огомозегочивание рецессивных признаков, рецессивных аллей. А так как большинство мутаций несут негативную нагрузку, то, соответственно, в процессе эволюционного развития популяции возникает склонность к выщеплению тех или иных аллелей, несущих ту или иную мутацию. Как это учитывается в генетических исследованиях? Давайте я ваш вопрос перефразирую, так чтобы он был более понятен. Я понял, о чем ваш вопрос, я отвечу на него. Просто чтобы он был более понятен, более широкой аудитории. Действительно, если мы берем какую-то популяцию, группу особей, и они образуют браки только между собой, то их генетическое разнообразие, разнообразие мутаций относительно небольшое. Представим предельную ситуацию. Браки заключают только братья и сестры, очень близкие люди с точки зрения генетики. В этом случае количество мутаций, которое их отличает, оно будет очень небольшим. Это, на самом деле, пример тех же самых евреев-шкеназов. Когда очень небольшое разнообразие с точки зрения генетики, то начинают вылезать проблемы, связанные с тем, что какая-то мутация, если она унаследована только от одного из родителей, она никак себя не проявляет. А если она унаследована от обоих родителей, то такая мутация себя проявляет, это рождается больной ребенок, собственно, ребенок с рецессивным заболеванием. И с точки зрения как раз частоты появления детей больных рецессивными заболеваниями, можно говорить о разнообразии генов, геномов у разных народов, у тех же евреев-шкеназов. Очень большая проблема с рождением детей с назначительными заболеваниями. Во многих регионах России, где люди живут компактно и образуют браки между собой, у них тоже довольно часто рождаются больные дети. И такие популяции, если мы говорим не про человека, а говорим про других организмов, такие популяции довольно быстро умирают. Если популяция замкнута, изолирована и имеет небольшую численность, такая популяция умирает как раз в силу таких причин. Для того, чтобы популяция выживала, она должна быть довольно большой. В большой популяции возникают новые мутации, и эти новые мутации компенсируют возможные вероятные близкородственные скрещивания. Чем больше популяция, тем менее вероятно близкородственные скрещивания, и тем более вероятно, что у какого-то человека, организма, животного, возникнет какая-то новая мутация, которая будет компенсировать что-то, что-то улучшать, что-то ухудшать. То есть создаст некие возможности, некие отличия от среднего, чтобы естественный отбор либо убрал эту мутацию из популяции, либо дал какие-то преимущества. Мы поговорим про это еще в разделе про медицину дальше. Вопросы про генеалогию. Вот один вопросик еще. Вы употребили термин «коренной американец», и на слайде у вас тоже такой термин был. Кто под этим имеется в виду? А это хороший вопрос. Если говорить про вот эту картинку, то на самом деле можно просто в интернете найти заключение ученого, который там конкретно написал вот эти слова. Это его слова, это не то, что я придумал. Ученые в целом под термином «коренной американец», «русский», «еврей» или еще кто-то, с точки зрения происхождения человека, как правило, имеют в виду следующее. Они имеют в виду, что в геноме человека обнаружен участок ДНК, который очень похож на группу людей, которые в ходе анкетирования сказали, что все их бабушки и дедушки являются представителями данного этноса. Например, нам нужно найти группу неких эталонных русских. Мы опрашиваем людей и находим тех людей, у которых все бабушки и дедушки им сказали, что они русские. Вот таких русских генетики принимают за эталонных русских. Понятно, что они могут быть ни разу не русскими, но вот это некая условная договоренность. То же самое касается коренных американцев. Коренными американцами являются люди, чьи бабушки и дедушки сказали, что они являются коренными американцами. И мы им верим. Можно сделать генетический анализ и попробовать отсеять тех людей, которые прямо очень сильно генетически отличаются от остальных. Такой отсев часто делается. Но, тем не менее, это обозначение основано на бабушках и дедушках. И если в данном случае человек говорит, что он обнаружил 5 генетических сегментов, которые имеют происхождение от коренных американцев, это означает, что у данной женщины есть 5 участков в геноме, которые очень похожи или в точности совпадают с сегментами в геноме у людей, чьи бабушки и дедушки были коренными американцами. Это не индейцы. Ну, коренные американцы в случае Соединенных Штатов это отдельная история. Кого считать коренными американцами? Это мой вопрос. Я думаю, что тогда… Чем коренной американец отличается от индейца с точки зрения определения, это вопрос точно не ко мне. Это скорее вопрос, возможно, даже не к генетикам. Это термины. Термины, которые, на самом деле, не всегда имеют что-то общее с происхождением. Чем русский отличается от россиянина? Такую демагогию можно развести, что… Ой-ой-ой. Давайте еще вопросы про генеалогию. Если есть. А если нет, то пойдем дальше. Есть? Есть у нас, да. У меня два мелких вопроса. Первый. Вот считается, что у Чингисхана прямых потомков, поскольку у него было там десятки детей и сотни внуков, да, то несколько миллионов человек, в основном, в Казахстане. А у Чингисхана один. Значит, все-таки у Тармангул, мне кажется, потомков, ну, хотя бы смешанных кровей, должно быть больше. Они, как вы сказали, незначительно в русской крови. Ну, там, в российской. Исследование показывает, что современных жителей России, которые идентифицируют себя как русские, у них доля генов, которая похожа на Тармангул, все-таки довольно небольшая. Такие исследования, такие результаты. По принципу, они просто меньшее количество. И в Казахстане волнует нас. А второй вопрос, ну, такой, может быть, немножко спекулятивный, считается, что во всех поколениях, не знаю, если там войны, не войны. 15-20% женщин рожают детей не от своих мужей. В таком случае уже 30-четвертых поколений. По мужской линии нельзя сказать, кто ваш предок. С 50% уже минимум. Есть такое. И на самом деле, если бы вы были бы неправы, то тогда все евреи имели бы одну и ту же гопологруппу по метафондриальной ДНК, потому что еврейство, как считается, оно передается от матери. Ну, только по материнской линии. Но если взять евреев и исследовать их метафондриальную ДНК, которая, по идее, должна была бы совпадать, оно на самом деле не совпадает. Ну, из-за того, что вопрос происхождения, кого считать кем, он не всегда однозначен. Ну, да, такое есть. Жизнь вообще сложная штука. Еще вопросы? Да, еще вопросы. Небольшой такой вопрос. Может быть, странно немного. Вот некоторые говорят, что кошки бывают трехцветными, а коты не могут быть. Вот вы слышали что-нибудь про это? Есть тоже такое. Это признак, который сеплен с полом у кошек конкретно. И действительно, если вы видите разноцветного представителя кошачьих, то, скорее всего, это кошка. А если цветов меньше, то это может быть кто угодно. Это связано именно с тем, что признак цвета у кошек отчасти определяется половыми хромосомами. У самцов и самок, поскольку у них разный набор половых хромосом, некоторые цвета невозможны у самцов. Давайте про генеалогию. И последний вопрос. Ну, вот говорят, что еврейская национальность передается по материнской линии. Она как-то связана с ДНК, которая передается? С метахондриальной ДНК, про которую я говорил как раз две минуты назад. По идее, да. То есть в идеальной ситуации все евреи должны иметь одну и ту же метахондриальную ДНК. Но они не имеют одну и ту же метахондриальную ДНК. Это имеет много разных объяснений с точки зрения евреев, с точки зрения популяционных генетиков. То есть гражданство, сдав генетический тест, подтвердить пока что будет довольно сложно. Его можно подтвердить, сдав генетический тест, и показав прямое родство с евреем, с гражданином Израиля, например, но прямое родство в смысле второе поколение, а не в смысле, что у вас набор мутаций такой же, как и должен быть у евреев. Идем дальше. Давайте долистаю до вот этой картинки. Вопрос очень простой. Нам даже микрофон не понадобится. А давайте подумаем, что общего, или есть ли вообще что-то общее между вот этими тремя видами упражнений. Давайте просто руками проголосуем. Можно попросить поднять руки, из тех, кто считает, что между этими тремя видами физических упражнений нет ничего общего? Один человек. Хорошо. А кто считает, что между этими тремя видами упражнений есть что-то общее? Что-то есть. Что-то есть. Хорошо, давайте по-другому. А 70% к чему здесь? Кто знает, к чему здесь 70%? Вот, да. Я повторю, что сказали из зала, чтобы нас слышали те, кто смотрит нас по трансляции. Генетика определяет разные особенности нашего человека, в том числе и особенности в виде силы и выносливости. И вот в данном случае в этих трех упражнениях прыжки в высоту, сдавливание динамометра, или я не помню, как эта штука называется, и в выдохе определенных газов во время физических упражнений генетика определяет на 70%. В оставшиеся 30% определяются факторами внешней среды. Питанием, воспитанием, но воспитания в данном случае нет, упражнениями и так далее. Гены влияют не только на наше происхождение, но и на многие наши признаки. И есть на самом деле так называемая спортивная генетика, которая позволяет по такой довольно простой, с точки зрения понимания, довольно запутанный у меня на слайде, с кем и понять, какие есть рекомендуемые виды спорта, какие нерекомендуемые виды спорта. Выглядит это все довольно просто. Наши гены очень хорошо разделяют людей на людей, склонных к выносливости, к силе, или людей либо не склонных ни к тому, ни к другому, либо наоборот склонных к тому, ни к другому, кому как приятнее. Если человек склонен к тому, ни к другому, то он считает, что он склонен к игровым видам спорта, где требуется и сила, и выносливость. Люди, которые склонны к силовым видам спорта, вроде тягания штанги, вообще в целом тяжелой атлетики, или, например, видам спорта, где очень важна быстрота реакции, например, к боксу. Это одна группа людей. И еще один вариант, третий вариант, это как раз люди, которые склонны к выносливости, парафонцы, пловцы на длинные дистанции и так далее. Всех людей можно с точки зрения генетики разделить на эти три группы довольно точно, потому что генетика определяет эти три признака очень сильно. И к этому специалисты как раз по спортивной генетике добавляют некоторые дополнительные знания, например, о склонности к травмам, о похожести на других спортсменов. И из этого получаются рекомендуемые виды спорта. Конечно, никто не рождается Николаем Валуевым, никто не рождается Виталием Кличко с точки зрения бокса, никто не рождается Мусайном Болтом с точки зрения бега. Это все люди, у которых есть какая-то генетическая предрасположенность, и они эту генетическую предрасположенность развили. Но вот среди тех людей, которых я перечислил, например, у Николая Валуева, с точки зрения генетики, он делал генетический тест, его результаты публичные, он генетический тест делал довольно давно, у него нет признаков, которые склонны, которые часто встречаются у элитных спортсменов в боксе. Собственно, он не относится к таким очень быстрым людям, его генетические маркеры не предрасполагают его к быстроте. Но вот это такое исключение, которое в целом на самом деле можно заметить по его поведению, по его упражнениям, оно показывает, что гены не гарантируют успех или не гарантируют неуспех. Если человек не сконил с точки зрения генов, это не значит, что он не достигнет каких-то успехов. И наоборот. То же самое касается на самом деле способностей по математике, по уровню IQ, по чтению. Роль генетики во всех этих признаках довольно высокая, но она нигде не 100%, потому что и в успехах в математике, и в чтении, и в уровне IQ довольно большую роль играют внешние факторы воспитания, образования и так далее. Но тем не менее, гены тоже довольно большой вклад свой вносят. Интересно, откуда на самом деле ученые узнают, что вот математика, успешность математики на 66% зависит от генов, а не от чего-то другого. Есть несколько подходов, которые позволяют это установить. Самый первый, на самом деле, для большинства признаков единственный подход, когда исследуются близнецов. Однояйцевые близнецы, они генетически идентичны, они полностью совпадают. Но близнецы, которые выросли в разных семьях, ходили в разные школы, росли в разных условиях, с разным рационом и так далее, они хотя генетически совпадают, они выросли разными людьми. Вот то, насколько похожи или не похожи однояйцевые близнецы в сравнении с простыми братьями и определяет вклад генетики. Например, если однояйцевые близнецы всегда делают одно и то же, то значит, что вклад генетики очень высокий. Вне зависимости от того, где они выросли, они всегда очень сильно похожи, потому что наша внешность очень сильно определяется генетикой. И с другой стороны, однояйцевые близнецы ломают кости, руки, ноги или что-нибудь еще в целом по-разному, в разное время, с разной интенсивностью, потому что вероятность того, что они поскользнутся, упадут и что-то сломают, она с генетикой никак не связана. На основе таких довольно простых исследований делается вывод о вкладе генетики в тот или иной признак. Есть и более современные исследования, которые тоже могут понять, каков вклад генов в тот или иной признак, когда пытаются провести полногеномные поиски каких-то ассоциаций. То есть берут людей, например, берут группу школьников, школьников, например, в Америке, исследуют полностью их геномы и сравнивают эти данные с их успехами, оценками, просто по математике. Это, собственно, пример про математику, это реальный пример про математику. Такие исследования на американских школьниках были проведены, и действительно ученому удалось обнаружить определенный набор генетических маркеров, которые сцеплены с более высокими или более низкими оценками в школе по математике. Если говорить в целом о этих признаках, о спорте, о особенности их личности, и на самом деле и о большинстве заболеваний, о большинстве с точки зрения частоты, то эти признаки являются мультифакторными. Они проявляются, реализуются в качестве сочетания между генетикой, образом жизни и факторами окружающей среды. Светит на нас солнце или не светит на нас солнце, это фактор окружающей среды. Ходим мы в солярий или не ходим мы в солярий, это образ жизни. И, собственно, генетически заложенный цвет кожи, это, собственно, те самые генетические факторы. Все это вместе определяет наш текущий цвет кожи. И вот еще раз, кроме видов спорта, успехов или неуспехов в нему, внешности человека, особенности личности, точно такими же мультифакторными признаками являются и заболевания. Вот, например, рак молочной железы, риск которого у Анжелины Джоули был довольно высок, тоже такой мультифакторный признак. И он отчасти определяется генетикой и отчасти определяется какими-то другими факторами. Почему тогда многие говорят, зачем Анжелина Джоули удалила молочные железы и потом еще и яичники? Ведь у нее не было никакого рака. В данной ситуации никакого рака не было. Она профилактически решила пойти на такую операцию. Многие ее не понимают и на самом деле это жаль, потому что в ее ситуации риск рака молочной железы был очень сильно повышен. Вот здесь на графиках фиолетовая это столбики, которые для разных групп женщин просто в разном возрасте показывают риск рака при условии наличия мутации предрасполагающий к раку. А синенькая это женщины, у которых предрасполагающих мутаций нет. Например, первая группа столбиков это рак молочной железы, который был диагностирован у женщин до возраста 50 лет. То есть примерно у 51% женщин, которые имеют определенные мутации, до 50 лет возникнет рак молочной железы. И всего лишь у 2% женщин, у которых нету никаких генетических мутаций предрасполагающих к раку молочной железы, будет диагностирован этот вид рака. Ну и так далее. Там дальше 70 лет, после этого столбики уже отвечают за вторичный рак молочной железы, и последний столбик это рак яичников. Собственно, Анжелина Джоули попала как раз в ту группу женщин, у которых есть мутации, и, соответственно, можно было сказать, что у нее с вероятностью 50% до 50 лет был бы рак молочной железы, а с вероятностью 87% до 70 лет у нее случился бы рак молочных желез. И до 70 лет опять же она с вероятностью 63% получила бы еще и рак яичников. Вот зная такую информацию, просто сдав генетический тест, Анжелина Джоули решила удалить молочные железы и яичники. Ну, не только это на самом деле, еще у нее близкие родственники умерли от рака, это наследственная форма рака молочной железы, которая вот так довольно сильно зависит от генов. Но кроме рака молочных желез есть и много других заболеваний, которые нас окружают, на самом деле большинство, вот еще раз, и вклад генов в развитие этих заболеваний разнится. Вот примерно в таких пределах. Есть заболевания вроде наследственной тромбофилии, которые на 100% определяются генами. Это чисто наследственное заболевание. Никакие факторы внешней среды на это заболевание не влияют. Есть мутация, значит будет заболевание. Оно не обязательно будет в момент рождения, точнее чаще всего наследственное заболевание не проявляется в момент рождения, чаще всего оно проявляется на первых годах жизни. Есть группа заболеваний с поздним началом, и к ним можно отнести например поликистоз почек, которые развиваются обычно у людей лет в 40-50. Но это тоже наследственное заболевание. Если у человека есть мутация, то у него, значит, в 40-50 лет разовьется поликистоз почек. Может и не разовьется. Вероятность не 100%. Не 100% вероятность, потому что такой человек может до 40-50 лет не дожить. Но вероятность этого не очень большая. Поэтому в целом, скорее всего, разовьется. Цвет глаз, конечно, очень сильно определяется генетикой. Но есть заболевания, где вклад генов меньше, а вклад образа жизни, вклад факторов управляющей среды больше. Например, инсульт. Инсульт всего на 30% определяется генами, а остальная часть, 70%, это наш образ жизни, что мы кушаем, как мы кушаем, как мы занимаемся, упражняемся и все остальное. Поэтому генетический тест может сказать, на самом деле, два разных ответа про разные заболевания. В случае с наследственной тромбофилией это очень просто. Есть мутация, есть заболевания. Нет мутации, скорее всего, нет этого заболевания. Но есть эти мультифакторные заболевания, когда не только гены, но и окружающая среда влияют. И в этом случае можно говорить о вероятности. Вероятности того, что у человека в данном возрасте будет сахарный диабет второго типа. Как можно посчитать, что эти 4%, 0,896% – это мой риск того, что у меня будет диабет второго типа в моем возрасте? Что вообще значит этот риск? Это значит, что если бы вдруг здесь было бы 100 человек, такие же, как я, с такой же генетикой, с таким же образом жизнью, с такими же факторами окружающей среды, все одно и то же, то у 0,8 человека был бы диабет второго типа, а у остальных бы не было бы. При этом средний риск, то есть просто условно из нас всех, у 4% людей диабета второго типа есть. Сравнивая вот эти два показателя, можно понять, риск повышен, понижен. Что с этим можно дальше делать? Можно с этим ничего не делать. Можно забить на это и спать спокойно, пока он не разовьется. Можно что-то попытаться в себе поменять. И вот вопрос, спать спокойно или неспокойно, менять или не менять, он на самом деле зависит от каждого из нас. Люди отвечают на этот вопрос очень по-разному. Во многом из-за этого генетические тесты – это никакая не государственная программа. Многие люди не хотят знать этот риск, потому что они не готовы принять вот такую информацию. Принять информацию о том, например, что у тебя будет сахарный диабет или что у тебя будет рак молочной железы. Это нормально. Второй вариант – это узнать такой риск и пытаться как-то это предотвратить. И не всегда это удастся, не всегда предотвратить какое-то заболевание получится. Если это, например, болезнь Альцгеймера, то, скорее всего, избежать этого заболевания в текущих реалиях не получится, потому что нет мер профилактики болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера существующими средствами можно отложить. Отложить лет на 10, например. Но что это означает? Что, к сожалению, человек склонный к болезни Альцгеймера, когда-то болезнь Альцгеймера, скорее всего, заболеет, и, скорее всего, от этой болезни умрет. Но, может быть, он на 10 лет больше проживет в здравом сознании и качественно, если он будет ее как-то профилактировать. Профилактировать все сотню заболеваний, которые зависят от генов, все сразу, невозможно. Но можно попытаться какие-то исследовать и профилактировать только те риски, которых повышены. Давайте про здоровье, про риски заболеваний и вопросы, если они у вас есть. И там будет в конце маленький кусочек еще про лекарства. Есть? Есть, да. Вы говорили об однолицовых близнецах. Там, когда мы рассматриваем их генетическое развитие в процессе эмбриональном и так далее, там существует некий феномен компенсации функций, где, во всяком случае, это ярко проявляется в поведении, где один ребенок бывает более активный, а другой менее активный. То есть как-то это связано с проявлением генетических особенностей этих детей? Или нет? Это, конечно, связано с проявлением генетических особенностей этих детей. Например, мы берем признак, который с генами как-то связан. Например, индекс массы тела. И в зависимости от однояйцевых близнецов, просто в силу каких-то случайных причин, кто-то может кушать больше, кто-то будет кушать меньше. Вот одного индекса массы тела будет чуть больше, другого индекса массы тела будет чуть меньше. При этом достаточно сложно в случае с индексом массы тела представить себе ситуацию, при которой один однояйцевый близнец имеет очень большой индекс массы тела, а другой очень маленький. Разброс между однояйцевыми близнецами будет относительно небольшой, потому что индекс массы тела с генами связан. И еще он связан, конечно, с окружающей средой, тем, что они едят, как они едят и так далее. Если мы смотрим на однояйцевых близнецов, которые воспитываются в одной семье, кушают одно и то же и так далее, разница между ними будет относительно небольшая. Разница между однояйцевыми близнецами будет гораздо меньше, чем разница между двумя неродственными людьми, живущими в разных семьях. Вот история про компенсацию. Это история скорее про психологию. Этот вопрос надо скорее задать психологам. Но с точки зрения реализации генетической информации никакой компенсации на самом деле не происходит. И можно наблюдаемые внешние признаки объяснять просто какими-то случайными отклонениями от нормы, которые будут в любом случае, чем глубже мы измеряем, чем точнее мы измеряем, какие-то колебания случатся. Вопрос в отношении той таблицы, которую Вы привели. Да, вот этой. Вот эти проценты, наследуемость. Это берется какое количество поколений, чтобы определить такую предрасположенность? Речь тут не про поколения. Речь тут про вклад генов и вклад факторов окружающей среды. То есть если мы унаследовали от наших родителей определенные генетические маркеры, предрасполагающие или не предрасполагающие нас к какому-то признаку, то вот этот процент – это вероятность того, что наши гены приведут нас к какому-то из этих заболеваний. Если, скажем, сахарный диабет, это должен быть он же у предков твоих. Как это определять, что он был? Генетическая информация, которую мы получили от наших родителей, она, конечно, была унаследована от наших бабушек, дедушек. Она из ниоткуда не берется. И нашим детям мы тоже передадим нашу генетическую информацию. Если условно у Анжелины Джоули есть риск рака молочной железы, это означает, что у ее, в данном случае, мамы был риск рака молочной железы, это значит, что у ее бабушки был рак молочной железы и так далее. Но данные о наследуемости, вот эти цифры, они получаются из близнецовых исследований, они не получаются из исследований семей. Есть отдельная технология, близнецовый метод, когда мы исследуем только близнецов, и нас не интересует, что происходит в поколениях, только близнецов достаточно, чтобы этот процент определить. Еще вопросы? Поздно. Есть еще. Расскажите, пожалуйста, о эпигенетическом наследовании. Давайте я тогда сначала расскажу, что такое эпигенетика, а потом уже будем говорить про эпигенетическое наследование. Вот та самая молекула ДНК, давайте я прям до нее домотаю, которая есть в каждой клетке, ну или почти каждой клетке нашего организма. Она состоит из четырех нуклеотидов. Но эти нуклеотиды, их можно еще немножко модифицировать, можно их немножко подкрашивать, не подкрашивать. Но это называется метилированием. Метилирование — это процесс, в ходе которого на определенные нуклеотиды на этой ДНК навешиваются маленькие довесочки, метильные группы. Вот эти метильные группы, они на самом деле довольно важны внутри клетки для функционирования, для реализации генетической информации. Они определяют, считывается активный участок ДНК в данной клетке или неактивный участок ДНК в данной клетке. И поскольку эти метильные группы не находятся на молекуле ДНК, то можно предположить, что вот эти метильные группы вместе с молекулой ДНК и наследуются. Передаются из поколения в поколение. Это и правда, и неправда. И вот здесь есть много вопросов, на которые наука пока не знает ответа. Потому что, с одной стороны, эти метильные группы, например, в ходе эмбрионального развития, полностью снимаются со всего генома и наносятся заново. И то же самое происходит в процессе генерации половых хромосом. То есть со всего генома полностью снимаются все метильные группы. Есть два этапа тотального деметилирования в ходе развития. С одной стороны. С другой стороны, известно, что некоторые метильные группы ускользают от этого тотального деметилирования. Поэтому в целом, наверное, когда-нибудь, лично я верю, что ученым удастся показать, когда не только нуклеотиды определяют нашу внешность, но еще и вот эти маленькие метильные группы, которые навешаны на эти нуклеотиды, тоже влияют и наследуются из поколения в поколение. Пока что это было показано только на очень небольшом количестве поколений. Одно-два. Но на некоторых растениях это было показано и в более далеком горизонте. Вот это эпигенетическое наследование, оно может отвечать за разные вещи. Оно может, условно, отвечать за плотность, густоту шерстного покрова у кошек, а может определять развитие некоторых наследственных заболеваний у человека. Но вот пока что это все сводится к одному-двум поколениям. Определение клетки в метозе происходит разрушение ядра. То есть не разрушение, а естественный процесс, И ядро уже попадает в цитоплазму, в которой уже находятся определенные белковые структуры и заново формируется уже в этой цитоплазме. То есть есть такая концепция, во всяком случае моя, которая говорит о том, что эпигенетическое влияние происходит и в процессе деления клеток за счет разрушения, декомпактизации хромосом и вторичной компактизации. То есть те гены, которые работали на предыдущем этапе клеточном, они могут перестать работать, начинают работать другие и так далее. То есть идет некая такая пульсация в контексте включения и выключения генома. Это называется ремоделирование хроматина. И ремоделирование хроматина включает в себя, кроме метилирования, еще и кучу других модификаций. Но мы про это не будем говорить. И это в целом не имеет отношения к наследованию, потому что одно дело, когда происходит деление клеток, и другое дело, когда это передается поколение в поколение. Может быть… Давайте последний вопрос и продолжим. Давайте, да, и пойдем. Вот вы говорите про мутацию, например, в геноме или в ДНК. Но в то же самое время этот код в каждой клетке организма. Но мутация происходит только в некоторых клетках. Ну, если мутация произошла в сперматозоиде, который оплодотворил эти клетки и потом превратился в организм, то во всех клетках данного организма будет та самая мутация, которая произошла в самом первом сперматозоиде. Получается, что только таким методом можно перенести эту мутацию из поколения в поколение? Если мутация произошла в вашем пальце, эта мутация вашим детям не передастся. Если мутация произошла в вашем сперматозоиде, эта мутация вашим детям передастся. То есть мы должны оберегать сперматозоиды? Ну, в целом беречь сперматозоиды важнее, чем беречь пальцы. Но и то, и то тоже неприятно. Давайте, наверное, последний момент про таблетки. Мы выпустили вчера материал. Почитайте, я прям могу его порекомендовать. Он мне очень нравится. Почему лекарство действует на разных людей по-разному? Он не только про гену, но вообще в целом про разные особенности взаимодействия между лекарствами, между лекарствами и человеком и так далее. В чем фишка? Если мы берем группу людей, у которых есть один и тот же диагноз, один и тот же препарат мы назначаем, то у этих людей реакция на этот препарат будет разная. У некоторых людей будет токсичность, то есть какие-то побочные эффекты. У каких-то людей этой токсичности не будет. У каких-то людей будет эффект от этих препаратов, у каких-то людей не будет эффект от этих препаратов. Я думаю, многие с этим сталкивались. Это связано не только и нисколько с аллергиями на те или иные препараты. Это связано с тем, как наш организм эти препараты всасывает, усваивает, перерабатывает и выводит с организма. Ну, например, давайте представим ситуацию, при которой у кого-то сломался механизм выведения препарата из организма. К чему это будет приводить? К тому, что этот препарат, будучи съеденным, он будет в этом организме дольше оставаться. То есть таблетка, которую мы приняли, будет у человека действовать дольше. И казалось бы, это классно, эффект будет долгий, все приятно. Но проблема в том, что если об этом не знать, то врач скажет, принимает таблетку 3 раза в день. И человек будет принимать таблетку 3 раза в день, и у него будет все больше и больше концентрации этих препаратов, вот этого конкретного препарата в организме, что в итоге приведет к какому-то молочному эффекту. Другой пример. Представим, что препарат какой-то из организма выводится очень хорошо и очень быстро. Но в целом тоже, казалось бы, хорошо. Съел таблетку, она как-то подействовала, и мгновенно организм вывел. Вообще супер, никаких побочных эффектов, никакого накопления. И действительно супер, за исключением того, что такая таблетка не подействует. Потому что изначально врач рассчитывал, что таблетка будет действовать 6 часов, а она вместо 6 часов за час вывелась. Это приведет к тому, что такой препарат на человека просто не подействует. И очень яркий пример таких препаратов – это, например, варфарин. Варфарин – это препарат, который назначается при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях. И он, собственно, у некоторых людей может приводить, в одних и тех же дозировках, у одних людей приводить к внутренностным кровотечениям, а у других людей он будет просто неэффективен, потому что очень быстро выводится. Вот людей с точки зрения того, как они реагируют на разные препараты, можно разделять на вот такие группы с точки зрения их токсичности и эффективности. И этим занимается фармакогенетика. И если уходить от примера, такого классического примера с варфарином, собственно, один из первых таких самых хорошо изученных препаратов с точки зрения генетики, для варфарина, на самом деле, даже создан целый калькулятор. Можно зайти в интернете на сайт warfarin-dosing.org, туда вводится ваш возраст, вес, набор генетических маркеров, и дальше просто вам выдается конкретная дозировка варфарина, которая вам рекомендована по американским гайдлайнам. Вот если отходить уже от такого классического примера, есть и много других препаратов, которые связаны с нашими генами. И примерно в среднем 80% препаратов, которые продаются в наших аптеках, ну, препаратов, действующих препаратов, которые продаются в наших аптеках, важный момент, они так или иначе связаны с особенностями нашего метаболизма, который очень сильно связан с генами. Например, аспирин, который противопоказан людям, у которых он может очень сильно разжать кровь. Или, например, комбинированные оральные контрацептивы, которые противопоказаны некоторым женщинам, у которых начало приема оральных контрацептивов может приводить к тромбозу глубоких генов в течение примерно полугода. Вот это довольно важный, на самом деле, параметр, особенности метаболизма, который нужно учитывать при назначении лекарственных препаратов. Это такая, на самом деле, во многом классика персонализированной медицины, и, к счастью, вот именно эта классика во всем мире довольно хорошо работает, и врачи, по крайней мере, они и знают, и, придя с результатами фармакогенетического теста, врач в поликлинике точно не удивится, и не точно не начнет спорить сами про удаление молочных желез с инженером Джоули. Спасибо вам большое за внимание. Я буду рад ответить на вопросы, которые у вас есть, если они будут интересны всем, или если есть какие-то приватные вопросы, менее публичные, то я буду рад ответить на них после того, как мы закончим с лекцией и вопросами. А можете чуть поподробнее, насколько фармакогенетика в России распространена и развивается? Фармакогенетика в России довольно… Ну, все позадается в сравнении, конечно. В России фармакогенетика довольно хорошо развита. По крайней мере, есть специальные курсы повышения квалификации для врачей в области фармакогенетики. Есть много школ для врачей в области фармакогенетики, и врачи в целом про фармакогенетику слышали, знают и понимают. Конечно, есть проблемы, связанные с фармакогенетикой. Ну, в первую очередь, проблемы денежные, потому что генетические тесты – это история, ну, все же довольно дорогая, и если смотреть с точки зрения государства, то далеко не всегда экономическая эффективность генетических тестов обоснована. Но если мы говорим про какую-то частную медицину или персонализированную медицину, то там врачи про фармакогенетические тесты знают очень хорошо. Ну, по крайней мере, я лично сталкивался в государственных учреждениях с тем, что врач в поликлинике условно рекомендует пациентам проходить определенные фармакогенетические тесты перед тем, как назначить тот или иной препарат, и особенно это касается сильнодействующих препаратов, которые либо в онкологии, либо которые применяются там постоянно долго, там вроде тех же оральных концептивов, либо там какие-то другие, ну, опять же, сильнодействующие, которые просто могут привести к смерти. Спасибо большое за лекцию, очень интересно. У меня три вопроса, все по заболеваниям. Первый, почему, как, собственно, определяется вероятность заболевания, второе, почему процент, это вероятность у одного заболевания разнится, там в один, в два раза, и третий, но за заболеваниям могут отвечать, в основном отвечают отдельные какие-то гены, кодирующие белки или целые комбинации генов. Спасибо большое за то, что вы пришли, меня послушали, или там выслушали и еще не ушли. Отвечу на все три пункта по отдельности, или, может быть, перетекая из одного в другой. Как определяются риски заболеваний, вот эти проценты? Эти проценты определяются, на самом деле, довольно простым математическим подходом, который называется линейная регрессия. Если коротко, то учитывается несколько возможных факторов риска, которые могут задвигать средний риск, который просто риск популяционный, вверх или вниз. Например, мы знаем, что риск рака молочных желез у женщины в определенном возрасте 2%. В среднем 2% женщин к этому возрасту получают рак молочных желез. И дальше мы к этому начинаем добавлять некоторый набор факторов. Например, дополнительный от ШЭЧа для генетических факторов. И добавляя к среднему риску изменение этого риска, который мы высчитали из генетических факторов, этот риск может смещаться до 80%. Дальше мы добавляем, что эта женщина, у которой есть мутация, она одновременно еще и принимает определенные препараты, которые снижают вероятность рака молочных желез, например, в 2 раза. И у женщины, у которой с точки зрения мутации риск 87%, она за счет приема лекарственных препаратов снижает этот риск до 40%. В идеальной ситуации мы знаем все внешние факторы и все генетические факторы и можем абсолютно точно сказать вероятность того, что у человека будет то или иное заболевание. Для некоторых заболевания так можно сделать, для некоторых заболевания так нельзя сделать, потому что они до конца изучены. Про риски ответил. Дальше вопрос про то, почему для разных заболеваний тут процент разнится. Разнится довольно сильно. Это не риски заболеваний, это наследуемость. То есть это роль генов в развитии этого заболевания. Это невероятность того, что у кого-то это заболевание будет. Почему они разнятся? Потому что были разные исследования, выполненные на разных популяциях, разными учеными, на разных наборах близнецов, разными методами. И поэтому результаты разнятся. Это нормально. У того же роста результаты разнятся в определенных пределах. Со временем, наверное, чем больше будет исследования, тем точнее мы будем приближаться к истине. Но пока что есть такие разбросы. И последний ваш вопрос был про то, определяются ли риски заболеваний какими-то мутациями в каких-то конкретных генах или нет. Ну вот смотрите, про наследственные заболевания вроде наследственной тромбофилии ответ – да. Это конкретная мутация в конкретном гене. Но для мультифакторных признаков или для полигенных признаков это не так. Есть признак вроде роста, например. Он очень красивый признак, который зависит и от факторов внешней среды, и от генов. И вот с ним прям очень много проблем. Потому что рост с точки зрения нашего питания тоже как-то определяется. Например, если человек недоедает в детстве, то он вырастает ниже ростом. Если человек ест нормально, то он вырастает чуть выше ростом. С этим, например, связано то, что якобы население Земли подросло на какие-то 10 сантиметров. Оно классно, конечно, в среднем подросло на какие-то 10 сантиметров, но во многом оно подросло на эти 10 сантиметров за счет того, что просто в некоторых регионах решили проблему голода. Люди стали больше кушать и стали чуть выше. Рост, чем он интересен? Он зависит не от одного гена, и не от двух генов, и не от десяти генов. Он зависит, на самом деле, от огромного множества разных генов. Было исследование, где участвовало несколько сотен тысяч человек, и, собственно, ученые пытались найти те самые гены этого роста и обнаружили несколько тысяч маркеров, каждый из которых чуть-чуть определяет рост, то есть чуть-чуть его сдвигает вверх или вниз. И на самом деле рост — это тот признак, который определяется огромным сочетанием множества генов. Есть даже специальные… В прошлом году вышла первая публикация, и сейчас все больше и больше, почти каждый день выходит новая публикация, по новому подходу к определению того или иного признака, когда формируется некий вообще геномный скор. Геномный скор — это когда мы не разбираемся в том, какой ген и какой… как он отвечает за тот или иной признак, а мы просто исследуем все варианты во всем геноме и пытаемся без разбора построить некую модель, которая бы объясняла наблюдение, но не объясняла бы ничего внутри. Это похоже немножко на машинное обучение. Когда мы не знаем, что внутри, но мы знаем, что модель очень хорошо предсказывает. И с точки зрения роста, есть примеры, когда геномные скоры довольно хорошо объясняют рост с погрешностью 5 сантиметров, например, могут предсказать. Да, спасибо вам за лекцию. У меня есть несколько вопросов, поэтому я попрошу вас сначала ответить на один, а потом последующим на другой. Для начала я хотел бы спросить, есть ли у вас какие-то прям кардинальные отличия от ваших конкурентов на российском рынке? Вот может быть у вас есть какое-нибудь супероборудование, или там у вас наоборот суперплохое оборудование, или там недостатки у вас есть от других конкурентов. Ну и такой частный вопрос. Не могли бы вы назвать какие-нибудь компании, которые являются полностью шарлатанами? Вот, например, человек с вашим FIO на 80% владеет, да, там, о геномет или генотек. Генотек, да, прошу прощения. Ну это вроде достоверная информация. У вас на сайте там есть люди, которые там обозначены как зафлап и прочая команда, вроде вам можно доверять. Но ведь наверняка есть на рынке какие-нибудь шарлатаны, которым никогда нельзя обращаться. Вот, это первый вопрос. Спасибо за вопрос. Я на него не в полной мере отвечу, потому что мне кажется, что о конкурентах нельзя говорить плохо. Ну, мне, по крайней мере, там совесть не позволяет о конкурентах говорить плохо. Все компании во всем мире, которые занимаются генетическими тестами, они в целом делают в большинстве своем очень благое дело. Они продвигают вообще в целом идею генетического тестирования в медицинское сообщество. Это основная цель для всех. Одновременно с этим они продвигают просто образование. Вот я сейчас с вами занимаюсь неким образованием. Я надеюсь, что я рассказал вам что-то новое, что-то интересное, что вы из этой лекции унесете. Это не означает, что все компании одинаковые. Это не означает, что у всех компаний равные возможности. У компаний разные возможности. В России, в Штатах у компаний разные возможности. У компаний в Исландии были великолепные возможности 10 лет назад, когда они получили госзаказ на исследование нескольких сотен тысяч человек. Но потом у этих компаний, у этой конкретной компании Novigenix случились тяжелые времена, и сейчас эта компания не существует. Ну, там, в силу разных причин. Но это была хорошая компания. В России есть другие компании, кроме генотека, которые проводят генетические тесты. Есть, вот с точки точки зрения совсем шарлатанов, они есть тоже, к сожалению, потому что к сожалению, люди не очень всегда понимают, что есть генетика, а что генетики нет. Вот генетикой не является исследование отпечатков пальцев. То есть, если вам предлагают сделать генетический тест по отпечатку пальцев, это шарлатаны. Генетический тест предполагает, что вы сдаете какой-то биоматериал, слюну, кровь, кусочек ткани, опухоль или еще что-то, и оттуда достают эту ДНК, ее как-то исследуют, и после исследования выдают какие-то заключения. Хорошо, если эти заключения основаны на каких-то стандартах. К сожалению, единых стандартов в России нет, поэтому разные российские компании стараются ориентироваться на немножко разные стандарты. Кто-то ориентируется на американские, кто-то на европейские, кто-то на свои внутренние. Но генетический тест предполагает задачу биоматериала. Все остальное — это шарлатанство. Понятно, спасибо. Ну вот второй такой вопрос, наверное, можно его прочитать на сайте. Да, и, наверное, от меня это будет последний вопрос. Со взрослыми понятно, но делаете ли вы генетические тесты для детей, и как это юридически оформляется, и делаете ли вы секвенирование полностью всего ДНК? Есть ли у вас такая услуга? Ну, у нас есть оборудование для секвенирования полного генома. Мы делаем такие тесты, сделали их довольно много уже. Что касается детей, нам без разницы, к нам приходит ребенок или старик, потому что с точки зрения генетики, ДНК человека, она не меняется в течение жизни. Вот мы родились с определенным набором мутаций, мы с этим набором мутаций, плюс-минус с этим набором мутаций и умрем. Поэтому в целом можно представить себе ситуацию, при которой к нам обращаются за анализом новорожденного, и потом этот новорожденный, с этой генетической информацией, живет там, условно, всю жизнь. Есть примеры, когда это стало государственной программой, в Штатах есть подпрограмма, когда как раз детям при рождении в некоторых госпиталях делается генетический тест, который потом планируют использовать всю его жизнь. с точки зрения интерпретации этой генетической информации, она будет, конечно, отличаться в зависимости от возраста человека, в зависимости от образа жизни человека и так далее. Например, мы как делаем, у нас есть анкета, которую человек заполняет при сдаче генетического теста, там мы спрашиваем, человек курит или не курит, какого он возраста. Если вдруг вы перестали курить, это повлияет, например, на ваши риски рака легкого, не на генетические риски, а на как раз те риски, которые определяются факторами окружающей среды. Но поскольку тот процент, который мы выдаем как риск рака легкого, он зависит от возраста, от генетики и еще от курения, то этот риск поменяется. Поэтому с течением жизни вы можете сказать, что сейчас я начал курить, и у вас там риски выросли, а потом вы отметили галочку, что у вас риски, что вы перестали курить, и у вас там риск будет постепенно, постепенно, по-моему, за 10 лет он будет падать до прежнего состояния. Давайте, да, я продублирую ваш вопрос. Вы имели в виду, может ли в общем виде задать у нас генетический тест несовершеннолетний, или я еще добавлю, нам тоже такой вопрос задают, а можно ли сдать у нас ДНК-тест, но так, чтобы человек, чью ДНК мы будем исследовать, об этом не узнал. мы в России живем, это популярный вопрос, юридически нет, то есть, приходя к нам, вы утверждаете, вы подписываете соглашение, соглашаетесь с условиями, что либо вы являетесь собственно тем человеком, который тот самый биоматериал нам сдал, либо вы являетесь законным представителем того человека, который этот самый биоматериал сдал. если вы можете представлять интересы новорожденного, первоклассника, кого бы ни было еще, да пожалуйста, а если у вас таких прав нет, то закон этого не позволяет. У меня тоже вопрос, даже в формате просьбы, совета. Вот скажите, для современного человека, насколько нужно сделать, допустим, если человек интересует собственной генетикой, насколько целесообразно сделать полногеномное секвенирование или, скажем так, думать только о каких-то более прикладных, то есть каких-то отдельных маркерах. Есть ли смысл в полном геноме? Полный геном, то есть расшировка всех трех миллиардов нуклеотидов, это такая услуга, которая с одной стороны имеет определенные плюсы, с другой стороны имеет определенные минусы. В чем плюсы этой технологии? Когда мы делаем генотипирование, что существенно дешевле, чем секвенирование, мы с этого начинали. Когда мы делаем генотипирование, мы исследуем те маркеры, которые были заложены изначально при производстве вот этого самого чипа. Это те самые маркеры, те самые мутации, которые очень часто встречаются в популяциях и которые отвечают за известные науки заболевания. Можно представить себе две ситуации. Первая ситуация, когда у вас очень редкое заболевание, которое встречается с частотой один на миллион и мутацию, которая его вызывает, ее не положат на чип, потому что это коммерческие не целесообразно. В этом случае полногеномное секвенирование имеет смысл. Но не обязательно полногеномное, есть и технология, которую мы используем для диагностики редких наследственных заболеваний. Это экзомное секвенирование. Экзом — это набор участков в геноме, которые кодируют белки. То есть мы секвенируем только те участки, мутации которых приводят к заболеванию. Это просто дешевле. Полногеномное секвенирование осмыслено с точки зрения поиска редких вариантов. И с второй точки зрения, если вдруг когда-нибудь какие-нибудь ученые обнаружат какие-нибудь новые маркеры, которые вдруг окажутся тоже ассоциированы с заболеваниями, то в этом случае у вас вся информация уже будет. я не рекомендовал бы на данном этапе с экономической точки зрения делать полногеномное секвенирование. И я бы, наверное, не рекомендовал бы вообще в ближайшие лет 10 делать полногеномное секвенирование, потому что полногеномное секвенирование — это та услуга, которая стоит несколько тысяч долларов везде, а вот анализ на чапах стоит несколько сотен долларов. И для того, чтобы смысл этих двух технологий сравнялся, нужно, чтобы сикенирование полного генома подешевело. Оно последние лет 5 практически не дешевеет, дешевеет очень медленно. И нет особо фундаментальных причин, почему оно должно подешеветь в каком-то ближайшем будущем. Поэтому, в основном, если мы как трейдеры, то пока не надо, не покупайте. Есть еще вопросы? Давайте еще один последний вопрос, и мы будем закругляться. Спасибо большое за лекцию. Хотела бы спросить у вас, если время позволит, конечно, по поводу пренатальной диагностики. На данный момент в каком состоянии вообще находится пренатальная диагностика в России? Естественно, меня больше интересует Россия. И есть вопросы, там же, я так понимаю, больше хромосомные аномалии чаще всего исследуются. Есть ли разница, насколько я понимаю, на рынке есть такая технология, как взять анализ крови матери, да, и по нему провести пренатальную диагностику плода, не беря при этом околоплодной воды или же там поповину, да. Вот, если возможно, осветить этот вопрос. Давайте сразу поясню, много терминов. Что такое пренатальная диагностика? Пренатальная диагностика – это, ну, там, по-человечески называют родовая диагностика. Диагностика каких-то нарушений плода до того, как этот плод превратился в новорожденного. Какие есть, какие заболевания можно на этой стадии выявить, какие заболевания рекомендуется на этой стадии выявлять. И вообще имеет ли смысл это делать или не имеет. История очень простая. Ну, как должна работать логика принятия решений. Если вы не согласны на аборт, то вам не нужно делать пренатальную диагностику. Потому что смысл пренатальной диагностики – выявить заболевание и рекомендовать прерывать беременность женщине. Вот, как бы, если вдруг в результате пренатальной диагностики обнаружится заболевание, рекомендация будет простая. Ну, конечно, может быть ситуация, при которой женщине скажут, что ага, у вашего ребенка синдром Дауна, и дальше сами думаете, что делать с плодом, собственно, там, так и надо говорить. И женщина принимает решение, осознанное решение такого ребенка рождать. Но тогда бессмысленный риск, потому что пренатальная диагностика – это в любом случае хоть какой-то там большой или маленький визуальности технологии, но риск. То есть, если вы в любом случае не согласны на прерывание беременности, пренатальная диагностика и не нужна. Дальше. Если вы в целом готовы рассмотреть прерывание беременности в случае очень тяжелых нарушений у плода, либо в том случае, если будет показано, что новорожденный ребенок не будет иметь какие-то проблемы со здоровьем. Есть разные способы исследовать ДНК этого ребенка. На самом деле, самый простой способ понять, какие есть риски у ребенка – это до того, как этот ребенок зачался, до зачатия родителям задать тест на те самые рецессивные заболевания. Потому что, если родители до зачатия вдвоем сдают тест на носительство определенных мутаций, то дальше можно условно точно знать, по каким заболеваниям вероятность рождения больного ребенка есть, а по каким заболеваниям эта вероятность довольно низкая. Поэтому, те тесты, которые проводятся беременным женщинам пренатально, эти тесты, они ориентированы в первую очередь на те заболевания, которые нельзя диагностировать на этапе до зачатия. А это, например, синдром Дауна. Синдром Дауна, то есть утроение 21-й хромосомы, Эдвард, Сапатау, ну, нескольких других хромосомных нарушений, это те заболевания, которые возникают в клетках, в половых клетках, и их нельзя предсказать, изучив геномы родителей. Как это делается? Есть пациенты, через которые мама с ребенком обменивается разными веществами. И через эту же плаценту происходит обмен и ошметками, обрывками кусков ДНК, которые образуются в результате того, что просто клетки какие-то почему-то разрушаются, лопаются. Это нормальный, естественный процесс. И происходит вот такой взаимообмен, грубо говоря, между матерью и виплодом. В результате у матери примерно 25, от 15 до 25% вот этих вот ошметков в крови, они на самом деле имеют происхождение от плода. Исследовав вот эти ошметки, можно в целом много чего сказать про этот плод. Еще раз, чаще всего и по всем стандартам это применяется для выявления нарушений, которые нельзя спрогнозировать заранее. Ну, потому что предполагается, что осознанный родитель все остальные нарушения проверит еще до того, как он ребенка зачал. Но эти технологии в отношении таких сбрегий, там, синоундаун и адрес потау, они действительно работают, очень хорошие и гораздо точнее, чем, например, биохимический скрининг, который является костным. Но после них, в любом случае, в случае положительного ответа, если такой тест показал, что у беременной женщины синдром Дауна, и такая женщина рассматривает вариант прерывания беременности, после этого женщине все равно делают инвазивный тест, то есть отбирают непосредственно кусочек, ну, там, около плодной плоды или там кусочек крови плода для того, чтобы его исследовать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ